Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Наша новогодняя студия продолжает свою работу. И сегодня у нас в гостях Владимир Михайлович Алеев, режиссёр детского театра «Волшебники». При Центральной детской библиотеке «Бригантина» заслуженный работник культуры Российской Федерации. И актёр Матвей Андреев. А во второй части у нас ещё появится женская составляющая, руководство, скажем так, театра. Здравствуйте! Здравствуйте! Видите, люди прям вот как на работе. То есть вас на самом деле не двое, а пятеро здесь. Ну, да. Вот. Что это за такой забавный гном? Не гном? Кто это? Да, это гном. Я вообще весёлый, добрый гном. Я живу в лесу густом. Да. Приходите в гости к нам. Мы поверите в чудеса. Так, а это кот. Матвей. То есть кот Матвей. И кот пусть поздоровается тоже с нашими зрителями. Здравствуйте! А там вот ещё зрители слева есть у нас. Смотри, вот там вот ещё у нас есть зрители. Вот-вот-вот. Видишь камера? А он же так мало говорит. Просто здравствуйте и всё. С Новым годом не поздравляют? С Новым годом! Ну, такой кот, наверное. Хорошо покормили кота. Еды не просят, нет? А это что за маленькое такое? Медведь. Это медведь. У вас медведь меньше, чем кот. Кот огромный такой, да? Ну, ел много. А-а-а! То есть, ну, чёрный же кот, да? Да. Ест много. Прекрасно. Владимир Михайлович, ну, можно теперь куклу, так сказать, как вам удобнее, можете снять. На прогулку отправляем. На прогулку, да, направляем. На прогулку, да, вот, и давайте, вот, пусть они отдохнут. Вот, давай нам кота тоже, Матвей, показывай свой вуз. Как? Я хочу просто тоже, если можно, да, попробовать аккуратненько. Да-да-да. Персональный кот. Вот посмотрите, давайте начнём с самого простого. Ведь кукла – это для актёра и для режиссёра, наверное, один из самых, да, главных элементов. Конечно. Вот. Конечно. Ага. А что вот в кукле должно быть? Что-то от человека должно быть или что? В кукле от человека остаётся то, как с ней работает человек. Ага. То есть он очеловечивает куклу? Очеловечивается благодаря исполнителю. Ага. То есть вот вложи в него душу, и сразу почувствуешь… Ага. Да, сразу почувствуешь отклик от этой куклы. Можно я попробую, Матвей, да? Да, можно. Это же такое таинство. Это очень важно, да, чтобы… Вот, 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 вот ты палец, я помню, что надо палец туда. Пальчик так, да. Вот, у меня уже кот бывалый такой же. Да, вот, вот, вот. Мяу, 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 да, такой уже… У меня вредный кот уже. Ну, да. По возрасту уже вредный. Все время что-то просит. Самое главное – он кот Матвей. Да. А у нас исполнитель Матвей. Да, Матвей. Я так понимаю, это не случайно. Возвращаю. Не случайно. Исполнитель Матвей, скажите, пожалуйста, как вы стали актёром театра? Ну, я вам хочу сказать про него, что он к нам у нас уже третий год занимается. Ну, это уже срок. Пришёл совсем маленьким, ещё с детском саде был. Да. А, то есть вы не помните, как вы пришли, да, ещё, наверное? Ну, да, вроде не помню. Не помню. Вот здорово, кстати. В тот момент, когда не помнишь, а уже, наверное, привёл кто-то, да? Конечно. Мама. Мама. Мама привела. Мама привела, и они очень-очень-очень хотели, чтобы их сын занимался именно куклами. Ага. И он то же самое. И он то же самое. То есть он сразу как-то, вот, глазки у него, это вот, а куколы есть какой-то выбор, и он сразу остановил свой выбор на ком? На зайца. На зайца. На зайца. На зайчике. Вот, и очень с ним хорошо работал. И очень они любили друг друга. Вот что самое важное. Ну, кстати, у нас 23-й – это год, год кролика. Да. Ну, почти зайца. То есть год твоего главного героя, да, Матвей? Да. Вот. А скажи, пожалуйста, почему именно куклы, ну, если вот есть игрушки? Ну, игрушка есть игрушка. Мы же тоже были маленькие, да? Да. Вот. И даже если так постараться на прясе, то можно какую-то любимую игрушку и вспомнить, да? А ты уже ж не с игрушками работаешь? У тебя уже куклы, они у тебя же живут. И причем ты их сам оживляешь. Актеры. Да. Вот после того, как ты первый раз примерил роль зайца этого, какие у тебя были ощущения? Он у тебя каким стал зайцем-то? Ты не помнишь, когда ты вот выбрал эту куклу? Он был немного непослушным, ему было неудобно. То есть ты немножко ему свои, да? Да. Свои характеристики дал, да? Немножко был непослушным. Сейчас уже послушный? Да. Поэтому дорос до кота. А кот же он очень умный, мудрый и хитрый. Да? Потому что собачка-то так, она немножко может расслабиться. А кот раз и пробегал мимо. И вильнул хвостик. И вильнул хвостик. Да, да, да. Владимир Михайлович, вот и в прошлый раз, уже не первый раз у нас в гостях, сегодня у нас новогодний эфир. Это же здорово, когда появляются новые ребята, которые приходят, они растут. И ведь у них самый главный момент, они как бы оживляют эти игрушки. Конечно. И вот возвращаясь к первому вопросу, как вы психологически с ними работаете? Потому что, ну, они же какие-то свои человеческие страсти туда вкладывают. Конечно. А тут уже ваш режиссёрский опыт работает. Да, но здесь ведь как получается, то есть кукла не просто сама по себе живёт, она живёт для чего-то. Для того, чтобы что-то исполнить, что-то выполнить какой-то в своей жизни, какой-то заказ человеческий. Причём она же может несколько жизней прожить. И бывает быть разной. То есть, вот у Матвея такой будет код, а потом при другой будет другой код. Да всё очень просто. А вот уже вот так вот, уже вот оно. А уже другой код. Уже совершенно другое, с чёрной повязкой. Это уже какой-то пиратский. Да. Уже пират какой-то, код-пират. То есть, конечно, тут уже по сверхзадаче, которая определена режиссёром. То есть, то, что делается, если это делается какой-то весёлый спектакль, то значит, это весёлый. Значит, это на весёлой полянке собрались очень добрые и весёлые зверюшки. И каждый исполняет свой какой-то коронный, скажем, номер. Да, почти концертный. Концертный, именно так, именно так. И вот уже это всё, когда мы это всё начинаем укладывать потихоньку-потихоньку, и всё это выливается в спектакль, который становится интересен и куклам, и людям. И получается такое общее веселье. Вот, кстати, Матвей, скажи, пожалуйста, а страшно было первый раз говорить? Это же кукла говорит. Кто вообще говорит? Это вы говорите или кукла говорит вами? Как это понять нам? Потому что мы, если я, например, смотрю, ну, есть такие варианты, что актёра можно спрятать, да, чёрным его сделать, чтобы не видно было. А кукла вроде жива. А иногда интересно наблюдать за актёрами. Так вот, если я смотрю и вижу кота живого, значит, получается, что актёр работает хорошо, правильно? Вот. У вас кот-то какой? Что за характер у кота-то? Если заяц был непослушный, то кот у вас какой? Ну, тоже немного непослушный. Молодой кот. Да. А у вас есть животные какие-то? Кот есть у вас? Да, у нас есть кошка. А, так вы ещё можете подглядывать и что-то туда вносить в эту роль. Да, кстати, когда первые занятия после летних каникул, у нас каникулы тоже дети, все отдыхают, после каникул приезжают, но перед тем, как они разъедутся, мы им говорим, да, вы понаблюдайте за своими животными на даче, ли, дома ли, просто на улице, и все должны какой-то этюдик показать. Так вот, он показывал кошку, Матвей как раз. То есть кошка помогла. Да, кошка помогла. В результате появился Матвей. Матвей. Потому что Любовь Алексеевна придёт, тоже участвовала в наших программах и расскажет нам подробности. Почему? Потому что для одних кажется, что 20 лет – это совсем немного, да? А для Матвея кажется, что очень много. Правда, 20 лет? Сколько вам сейчас лет, Матвей? Девять. Девять. Ну, у вас 10 лет будет в 23-м году. Десятилетний юбилей. Одну новую куклу, наверное, сделать. Ну, вернёмся к спектаклю. Скажите, пожалуйста, вот работа с детьми, тем более вот заинтересовать всей этой историей – это всё-таки индивидуальный подход? Или вот если все зверюшки собираются, это же несколько детей, и каждый хочет продвинуть своего персонажа, как сделать так, чтобы всё было логично? Ну, во-первых, с каждым отдельно. То есть есть какая-то общая, как всегда, какая-то общая связь с задачей всего спектакля, она, так сказать, определена авторами, режиссёром для себя, а дети – каждый индивидуальный. Ну, а значит, с ними и куклы каждый. Ну, и получается, что где-то тигр может быть очень таким ярким, а где-то тихий тигрён. Так может получиться, да? Да, тигрёнок, маленький. Понятно. А может быть большой лев? Может быть и большой. Но в чём прелесть вот в кукольном, что мы можем любой, да, образ придать? Ну, так у нас нету. Плюс к этому ко всему у нас есть ростовые куклы. Так вот, Матвей у нас, ширма, на ширме идут вот эти куклы работают. Так. И вдруг во всё в это влезает ростовая кукла-волка. А-а-а. Но ещё и волком подрабатывает. Да. Да, он подрабатывает. Но он добродушный волк. Да. Хотя, понятно, что… Если что… Есть и зубы, и пасть, всё это есть. И эти царапки тоже присутствуют. Но он добр, потому что, да, он ценит тех… Справедливый. 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 А для тигра. Для тигра ещё, да, не подготовленный. Ну, может быть, потом под тигра другие попали. Не исключённый вариант. Можно даже переехать в другой лес жить, в какой-нибудь волшебной. Не исключённый вариант. Вот, кстати, о волке. Вот в чём разница ростовой фигуры и вот такой фигуры? Это как вот называется? Перчаточная. Перчаточная. Играешь куклой. А жизни больше в какой кукле получается? В ростовой или вот в такой? Как вам кажется? В перчаточной. Перчаточной больше. Больше гибкость, больше возможность. А ростовая, ну да, там надо все время... Вы приносили в прошлый раз, смотрели. Да, да. То есть там, если надел, то она все, уже все, как бы монолит. Вот у нас сейчас остается немного времени. Нет, Владимир Михайлович, вы человек, который проработали заслуженный работник. Сознательную жизнь. Вот я хочу попросить вас поздравить вот в ту камеру наших телезрителей, потому что с Матвеем мы не прощаемся, а поздравить всех наших телезрителей с Новым годом, с точки зрения человека, который культурой занимается, одним из самых сложных профессиональных направлений. Вот что бы вы пожелали всем нашим телезрителям? И маленьким, и взрослым. Вот в эту камеру. Ну, всем можно пожелать только одного. Побольше улыбок, поменьше проблем. Ну и самое главное, конечно, мира. Мира. Потому что вот все, что мы делаем, все, что я делаю, все, что делают наши куклы, они все добрые, они несут добро всем. И обращаемся мы к зрителям, что будьте люди добры друг к другу, тогда все будет хорошо. И вот то, что мы вступили в Новый год, очень хочется, чтобы этот год был годом добра. Всего хорошего всем. Тем более год двадцатилетия вашего добра, который является настоящим кукольным театром. Это да. Спасибо большое. Ну, Матвей, мы с вами не прощаемся. У нас еще второе отделение концерта. Вы же актер, у вас должно быть два отделения. Вот. А во второй части к нам присоединится Любовь Алексеевна Алеева. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». И вот во второй части к нам присоединяется Любовь Алексеевна Алеева, лауреат и дипломант премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья». Человек, который вместе с Владимиром Михайловичем Алеевым много-много лет, до даже двадцатилетия, занимается культурой, творчеством, детским творчеством. Ну и по-прежнему с нами Матвей Андреев, со своим котом, которого тоже зовут Матвей. Вернее, это не совсем его кот, а он в него переселяется. Или я уже не знаю, кто в кого переселяется. Но такая вот игрушка, превратившаяся в куклу. И эта кукла живет своей жизнью иногда. Да, Матвей? Да. Иногда. А вот еще, видите, вот Матвей пришел с двумя, но он как-то растерялся. Вот мы в этом году делали с детьми куклы разные. Из простых бутылок, из пластиковых. Можно куклу связать. Вот бабушка Матвея связала ему вот такого медведя. Он вязанный, видите, какой? Весь мягкий. Теплый такой, смотрите, тепло становится. Это для того, чтобы, когда ребенок делает куклу, но они совместно вязали, они много чего делают, они устирают, вязать. Когда ребенок делает куклу, он вкладывает у нее в душу. Одно дело готовое получить, а другое дело свое. И у нас девчонки наделали, и мальчишки наделали таких кукол, ну просто потрясающе. Вот, видите, прям вот он такой вот. Давайте, можно я тоже его попробую, да, Матвей? Да, можно. Вот хочу тоже показать какой-то такой. Мне кажется, он веселый такой, да? Какой у него характер, Матвей? Веселый. Да? Он такой молодой совсем еще. Да. Наверное, тоже в школе еще ученый. Начинающий еще. Да, еще так. Начинающий медведь. Так, подождите, я правильно? Да, в конце там. Вот здесь, да? Да, сюда просто пальчик. А, вот так пальчик? И вот, собственно говоря, мы начинаем уже... Не важно, как он у тебя сделал. Пытаться уже, ну, начинаем как-то, да, жить. Твой родной. Да. Как ребенок. Шикарно. Я знаю, что эту куклу вы делали с кем, Матвей? С бабушкой. Бабушка у нас, к сожалению, сидит в студии, но не находится в кадре. То есть, а кто вязала бабушку, да? Да, бабушка вязала. А вы ей, как говорили, каким он должен быть, да? Да. А бабушка еще носочки вяжет для наших ребят, для солдат, для которых... Хорошо. Бабушка молодец. У вас просто... То есть, такой же кукольный бизнес, можно сказать, да? Нет, все бесплатно. Ну вот я хочу, Любовь Алексеевна, все-таки вернуться к главной дате, мы видим Матвея, его заинтересованность, эти глаза огромные, детские, за которые, как говорится, все готово отдать. И вы 20 лет работаете в этом 23-м году вашему театру, вашей вот этой кукольной жизни, в хорошем смысле слова, исполняется такое... Ой, сейчас не верится. Вот какие ощущения? Как будете праздновать-то? Ой, вот как будем праздновать в театре, не знаю. Но в нашем-то театре, вот где наши дети, актеры, мы, конечно, это дело отметим и расскажем вам еще раз о нашем театре и сходим, надеюсь, туда. Потому что так давно все это было, мы организовывались, и мы сейчас, можно сказать, вот уже четвертый год делаем все заново, но только с детьми. Тут еще труднее, можно сказать, потому что дети у них... Актер пришел, зарплату получает, работает и работает, да? А ребенок заболел. Как не может актер прийти на репетицию? Только в одном случае, если ты умер, да? Конечно, конечно, да. Как Станислав сказал, если ты умер, все, остальное это неважно, 40. А дети болеют, мы же их не можем заставить. Двойку получила, мама не пустила. В этот же день у тебя еще что-то. Вот у нас 24-го премьера была в декабре, и мы так переживали, потому что все ли дети придут? Ну да, сейчас время же так зима. Да, нет, у них в этот день, может быть, у кого-то диктант, у кого-то еще там... Ну да, школа же. Да, мы сдаем еще чего-то. С актерами, с одной стороны, проще было, легче, с другой стороны, свои трудности там определенные есть. Ну вот я хочу сказать, что, конечно, когда у меня ребенок пошел в первый класс, ну, Владимир Михайлович после института начал свою деятельность с куклами, параллельно с народным театром своим, он еще работал в театре кукол, такой, знаете, на Первомайской есть театр кукол, он поработал там 8 лет, наверное, и как-то очень этим увлекся. А здесь, на птицефабрике Томилинской, в шикарном этом дворце, он руководил театром, который сделал народным, он объездил в Советский Союз, был в горячих точках, тогда тоже все было, тогда были тоже точки горячие. Вот, и потом, вот, 90-е годы, знаете сами, да, дети беспризорные, потому что родители должны зарабатывать. Конечно. Было очень тяжело, и мы чувствуем, что, ну, как-то вот поколение теряем детей, и актеров, и детей. Не приходят. Да, и мы почувствовали, что, ну, мы же живем с этими детьми, они же вырастут, кто вырастет-то? Нам хочется, чтобы выросли дети русские, нормальные. И вот мы пошли, есть такой Международный институт развития личности и социума, тогда было такое, знаете, прям вот очень заковыристое название, они хорошими вещами занимались, тоже подняли проблему привыкания детей к новому социуму, ведь мы привыкли совсем к другой коммунистической нашей жизни. Ну да, да, все менялось, да. Много было всего хорошего, плюс, что говорит. Вот, и нужно было детей воспитывать по-другому немножко. И мы вот в этом институте организовали при нем с их изысканиями, организовали театр кукол на базе вот тех актеров, которые были у Владимира Михайловича. И потом мы так этим увлеклись, я стала писать пьесу, у меня уже вот третья книга, наверное, сейчас выйдет пьеса, такая толстенькая, хорошая. А Владимир Михайлович стал ставить спектакли, куклы мы заказывали на фабрике, декорации он делал сам. Все по-настоящему. Все, да, своими руками и на свои деньги. И когда мы увидели, что это хорошо, мы решили, что это должны видеть и другие. Мы пошли сюда, в Люберцы пришли, в Томилино. И вот в Томилино, ну как-то в Люберцах не создалась ситуация. А в Томилино была очень прогрессивная молодая администрация. И они решили быть в театру. Да, и Дворников Игорь Николаевич, Мушанов, Геннадий Михайлович. Ну, в общем, Лапицкий. И они решили, что да, мы же, это же наш поселок, наши дети. И они нашли средства, написали мы все бумаги, и я пошла по министерству. Я долго ходила. Могу вам сказать, вы знаете, никто не отказал. И таким образом, буквально через какое-то там небольшое время, наверное, через полгода, у нас в мае месяце открылся театр, дали ставки актерам, дали бюджетные нам деньги на постановку, но не было помещения. И тут нам помог город Дзержинский. Был такой замечательный, Михаил Иванович, директор ТЭЦ-22, и он дал нам помещение шикарное просто во Дворце культуры. Владимир Михайлович, директор, он там был. И шикарный зал на 100 мест, со сценкой, со всем. И вот так мы работали 5 лет, потом Тамилина тоже нашла нам свое помещение у себя, и мы там в замечательном детском санатории работали. А сейчас, вот, театру, видно, к 20-летию, наверное, дали еще помещение здесь, вот, надеюсь, может быть, они нас пригласят на юбилей. Все-таки мы как Станиславский с Немировичем. Да, да, стояли у истоков. Да, как же, ну что, вот сколько. Ну, если, смотрите, 20 лет, это, получается, уже взрослые люди. 23 практически. Взрослые люди, которые, вот, сейчас 10 лет в этом году исполняется Матвею. Да. Это, получается, 33 года ему через 23 года будет, да? Да. Ну, вот сейчас... Целая уже зрелая жизнь прошла у кого-то. У нас, скажу, режиссеры и актеры наши, которые сейчас в театре работают, девочка к нам пришла работать, и я ей рассказываю театр, и она мне говорит, да я помню, я в первом классе к вам на теремок ходила. А сейчас она работает режиссером в нашем театре, вот. И я надеюсь, что, ну, помнят все. Ну, прекрасно. Вот, Матвей, вам вопрос такой. А как вам работается, вот, вам же, ну, есть пьеса. Да. Да, есть режиссер. Ты расскажи, сколько ты ролей сыграла в этом спектакле. Да. Вам же тексты надо учить. Скажи, Волков, Двух Волков, Водяновая. Волк, Водяной. Баба-яга. Баба-яга. О, то есть даже женская роль у тебя есть. Ну, там, понимаете, у нас концертные номера получились, такое лесное шоу. А как ты все учишь тексты? Ты же не говоришь вот так прям все, что думаешь? У тебя же какой-то текст есть по пьесе же. Мы им помогаем очень сильно, потому что вести куклу, одновременно говорить и петь дети еще не могут. Мы с ними делаем как бы радиоспектакль, потом соединяем. Все, я понял. То есть у тебя есть аудиодорожка, да? И ты просто уже работаешь только куклой. Но это, кстати, может быть удобная история. Легче подстроиться, да, потому что ты уже все знаешь. В голове это держать не нужно. И просто твоя... Они же сами записывают своими голосами, потом играют. Но если человек заболел, то мы не отменяем спектакль. Да, другой волк приходит, да? Другой, одна перепетиция. Конкурент. Есть у тебя конкурент актера? А как же? Есть. Есть. Там и девчонка. Легче играет или как ты считаешь? Или по-другому просто? Ну, по-другому. Актеры же, они же всегда там за роли держатся, наверное. Да, у него он очень хорошо исполняет роль Водянова. Прекрасно. Я бы делаю. Я бы делаю. Прекрасно. Он и прыгает там, подпрыгает. Ну, в общем, и баба-яга. Матвей, а вот такой вопрос. Задумывался уже над тем, что, может быть, потом по актерской линии пойти? Или пока еще... В 9 лет рано, наверное, да? В 9 рано. А ты еще чем-то занимаешься, кроме театра? Легкой атлетикой. Легкой. Поэтому у нас и кот-то какой, смотрите, легкой. Да? Такой. А легкой атлетикой как? Бегаешь или как? Ну, бегаем, прыгаем, кувырки. Да? Тебе нравится? Да. Молодец. Для меня легкой атлетикой всегда была очень сложной. Тяжело. Да, молодец. Она хотела. Не, ну, видно, что мальчик спортивный. Для актера, кстати, спортивная выправка важна. Ну, мы с ними занимаемся, они занимаются обязательно каждый день. Хотя бы 5-10 минут с физической нагрузкой. Пришло время поздравить всех с Новым годом. Начнем мы с кота Матвея и с Матвея-кота. Да. Да. Матвей, вот у нас есть камера. Сейчас как профессиональный будущая телезвезда. Что нам, как кот поздравит с наступившим Новым годом. Давай. Давай. С Новым годом. Я желаю, чтобы этот год был хороший, веселый. Добрый. Чтоб все добрый. Чтоб все исполнялось. Что загадано было. И чтоб каждый немножко был котом. Да. Чуть-чуть. Мягким, пушистым. Вовремя мог смыться и обязательно мог всегда прийти тогда, когда нужно. Матвей, вас тоже с праздником. Спасибо. С наступившим Новым годом. Ну и, конечно, Любовь Алексеевна, вам. Тоже вот камера. Ваше обращение. Дорогие мои дети, взрослые, мы вас всех очень любим. Мы приглашаем вас приходить и посмотреть наши спектакли в Новом году. И привезти детей к нам. И чтоб все были здоровы. И чтоб был кругом мир. И чтоб вы любили друг друга так, как мы любим наших детей и наших кукол. С Новым годом. С Новым годом. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». А в ней принимали участие в первой части режиссер детского театра «Волшебники» Владимир Михайлович Алиев, заслуженный работник культуры. И во второй части Любовь Алексеевна Алиева, лауреат и дипломант премии губернатора Московской области нашей Подмосковья. И в двух частях, в двух актах принимала участие восходящая звезда городского круга Ливерца Матвей Андреев со своим напарником, опять же, Матвеем. С праздником. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok